Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня в 6 утра меня поднял собакин своим с кулежом, пошли гулять и все, ну пошли, вышли на улицу, плюет, посмотрел в интернете еще неделю. И так как оборудование мне дорогое, мне жалко его постоянно отсыревших иметь, то я решил на эту неделю переехать домой. Вы знаете, что я вам всегда говорил, что причин для того, чтобы не фотографировать, может быть много, но главная причина это лень. И если у вас мотивация есть хорошая, если вы хотите что-то снять, вы можете и дома пристроиться, сколотив вот такую же систему, как у меня. Это недолго и недорого, единственное, что жена ваша будет, конечно, постоянно ворчать, но тут искусство требует жертв. Скажите, что я сказал, что так можно и нужно для успеха. Кто такого, кто меня такой пекет, а? Я узнать такого не знаю. Ну понятно, это шутка была. На самом деле, действительно, мне не хочется мокнуть и я хочу спокойно в садовке, как всегда, пофотографировать. Тем более, что фотографировать я буду с искусственным светом. В этот раз, то есть мне сейчас солнечный не нужен. Или я его буду симулировать. И приглашаю вас вместе со мной заняться домашняя фотосъемка. Это уже не студия, это вообще просто школьный стол и куча брусев, досок. И сегодня я сделаю то, что я давно хотел. Сделать это в сарае, поставить какой-то вот фонарь, а потом, может быть, сделать что-то такое колхозное, яйца там, чеснок или еще что-нибудь. Ну, в общем, вот такое примитивное, но в то же время интересно. Давайте мы начнем, а там посмотрим. Окей? Итак, дорогие друзья, в связи с продолжающимся ливнем и мелкими осадками мы переехали. Я давно планировал этот стол, в общем-то, под маленькую студию, уже помните. Поэтому, ничтоже думая, я забрал из своего сада-огорода некоторые палки, елки, взял нашу лампу, которую мы красили, поставил наш статив. Не собаку. Собака всегда занимает выгодное место, где она лучше всего будет мне мешать. И вот таким образом я установил здесь у меня, что у меня здесь? У меня здесь выдержка 2 и 5. Ф диафрагма 5 и 100 у меня изо. Давайте посмотрим, что получится. На штате и с пультом я вообще ничего не боюсь. Смотрите, какой чудесный получился в один клик. Просто в один клик. Что значит живой свет и правильное освещение. Вот это не выключайте. Оно помогает немножечко светить. Я вам сейчас покажу без него. Придется ставить кучу отражателей и так далее. Давайте посмотрим. Вот. Видите? Уже не то. Пойдемте в фотошопе, я вам более подробно покажу. Вот то, о чем я вам говорил. Вот этот и вот этот. То есть мы возьмем вот этот со светом, который. Так. Сейчас мы его сразу поправим. Далее. Интересно, у нас тут получилось. Мы сделаем еще и катрирование заодно. И чуть-чуть здесь. Ок. Вот. Тут, конечно, немножко пересвет. Можно было бы потушить чуток. Знаете что? Мы не будем тут ничего делать. Я использую вот эти два. Отмена. Так. Открыть. Вот. Я думаю, что их надо просто обои использовать. Вот эту и вот эту. Тут у меня есть вообще светлая со страстной силой. Сейчас посмотрим. Вот видите? Очень светлая есть. Так. Отмена. Еще раз. Посмотрим, что у нас есть. Сначала давайте все откроем и глянем, а то начну я тут. Так. Ну, то есть. Посмотрим процесс. Настройки. Сначала я совсем сделал темную. Такая вот страшная получилась история. Потом я пересветил. Потом я досветил. Ну, искал. Этот красивый. Вот так. Вот этот. Вот это мне нравится. Вот тут зеленоватое появляется. Что-то такое, знаете. Что мне и понравилось. Ну, горит очень ярко, конечно, в этом случае. Очень ярко горит. Поэтому мне бы хотелось соединить что-то вот такое, или даже вот такое, вот с таким. Давайте мы это дело немножечко поэкспонируем. Вот так. О-о-о. Очень хорошо по резкости я вижу, что все замечательно. Так. Этот и этот. Откроем два изображения. И вот это все правильно. О! А это даже лишняя какая-то получилась. Посмотрим. Сейчас. Вот это и это. Давайте мы вот эти две соединим. Это нет, это перебор здесь. Так. Вот это соединим. Скажем. Файлы. Импортировать. Нет. Сценарий. Загрузить в стык. Ну, добавить. Попытаться автоматически выровнять. Хорошее слово. Все время мне нравится. Попытаться. Давайте попытаемся. Так. Вот. Теперь у нас. Отлично. Включили. Выключили свет. Замечательно. Так. Ну, и теперь, в общем-то, мы можем сделать следующее. Мы поставим здесь черную маску. Вот так зажали. Поставили черную маску. И теперь возьмем наш. Градиент кругленький. И сейчас мы попробуем сделать так, чтобы нам понравилось. вот так, да? Но тут можно уменьшить. Свечение. Вот так. Так. То есть, используя вот эти два, мы получаем шикарную растушевку. Сейчас можно попробовать растушевку еще. Нет. Ну, вот так вот. Я думаю, хорошо. Вот так. 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 Растушевка. Отлично. Ctrl-Shift-Alt-E. Теперь. А теперь поворачиваем это дело. Ага. Ровно? Не, не совсем. Сейчас я вот по этому выровняю, если уж на то пошло. Можно, конечно, его так выровнять, но не всегда что-то он срабатывает красиво. Ну-ка. Не, он сейчас хорошо сработал. Отлично. Можно этим пользоваться. Кадрировать, да, кадрировать. Ну, вот посмотрите, какой шикарный такой натюрмортик, лампа у нас появилась тут. Недаром мы ее красили. Даже можем здесь кое-где, если нарушилась у нас, открасить еще. Дело в том, что обдирается. Я заметил, что очень сильно обдирается, но это же у нас никогда не было. Вот так вот. Раз и все. Жесткость добавили. Сделали. Все. Прекрасно. Да, чуть не забыл. Видите, оно как бы рыженькое все такое, да. Ну, это свет дневной лампы, это понятно. А, вернее, вот на потолке. Ну, давайте мы с вами сейчас сделаем получше кое-что. То есть, я сейчас возьму просто-напросто коррекцию. Возьму вот этот. Средние тона. И сделаю зеленый. Вот так. Вы сейчас увидите, насколько оно помогает эта штука. Так. Так. Переводим. Ctrl и в черный. Берем. И... Нет, здесь не надо так много. Где-то сбоку так чуть-чуть так вот, да, подзеленили. Вот так. И уже совсем другой вид. Так же не прозрачно. Смотрим. Не надо. Не надо. Слишком много. Вот так вполне будет достаточно. Понимаете? Вот это зеленовато, желтовато. Мне это нравится. Ну, и вот первая работа, которую я отошлю сейчас на доме. Сток. И посмотрю, как он отреагирует. Ну, а вам? Вас призываю держаться в любую погоду и делать красивые вещи. Независимо от вашего внутреннего состояния линии. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok